День за днём Продолжается подготовка к зиме инженерной инфраструктуры и квартирных домов. Закончена ремонтная работа на сетях первого района. Глава администрации провёл плановое совещание. Сводка криминальной обстановки в городе. Дивизиональный этап конкурса «Энергичные люди». А сейчас об этих и других событиях подробнее. Территориальная избирательная комиссия Десногорска обнародовала результаты прошедших выборов. Кто победил и с каким преимуществом, выясняла наша съёмочная группа. В Десногорске явка составила 26%. За своих кандидатов на выборы в региональный парламент проголосовали 7 718 человек. По итогам голосования лидером стал Михаил Лосенко. За его кандидатуру отдано 47% голосов. На втором месте Олег Каравашкин. Ему отдали предпочтение почти 24% избирателей. Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Галина Бородкина сообщила, что несмотря на поступившие в ходе голосования жалобы, которые в итоге не подтвердились, выборы прошли честно, легитимно и прозрачно. У нас на наших УИКах из 12 было на 10 участках были КАИБы. Работали без сбоя. Единственное, что по закону должны были на трёх участках сделать перерасчёт вручную. Перерасчёт вручную показал, что действительно КАИБы работают правильно. То есть, они настроены так, как, будем так говорить, нужно. Без всяких погрешностей. Если бы были погрешности, перечитывали бы вся область. В итоге места в областной думе шестого созыва распределились следующим образом. Единая Россия займёт в региональном парламенте 26 кресел, 12 мест у коммунистической партии, 6 у депутатов от партии ЛДПР и по два депутатских мандата у представителей Справедливой России и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Московский музей Победы вместе с региональными партнёрами продолжает флэшмоб «Важные даты календаря и известные герои Великой Отечественной войны». Он проходит в рамках федерального проекта «Территория Победы» и направлен на партнёрство с региональными музеями для сохранения исторического наследия в России. Присоединиться к флэшмобу может любой желающий по хэштегам «Важно помнить» – блокада Ленинграда, территория Победы. На плановом оперативном совещании руководители комитетов и муниципальных предприятий подвели итоги работы за прошедшую неделю. Утро вторника – конференц-зал. Руководители ключевых подразделений готовы отчитаться перед главой города о проделанной работе. Генеральный директор МУПККП Вячеслав Седунков доложил о состоянии инженерных сетей. Продолжается подготовка к зиме инженерной инфраструктуры на квартирных домах. Закончена ремонтная работа на сетях первого микрорайона. Сегодня будет подготовка к кидравлическим испытаниям магистральных тепловых сетей третьего микрорайона, который состоится завтра. По сообщению начальника медсанчасти Алексея Азаренкова было зарегистрировано 214 вызовов. В круглосуточный стационар поступило 102 человека. За помощью в поиске работы в центр занятости обратились 19 человек. 12 из них были трудоустроены. На текущий момент количество безработных составляет 115 человек. Комитет по городскому хозяйству пригласил десногорцев 14 сентября на территорию скалодрома принять участие во всемирном субботнике «Сделаем чище». Сотрудники полиции Десногорска раскрыли кражу мобильного телефона. Выяснилось, что женщина отдыхала на лавке во дворе дома. По возвращению в квартиру она обнаружила, что оставила телефон на улице. Полицейские установили, что телефон прикарманила себе жительница этого же дома. В ходе опроса задержанная не стала скрывать, что заметила на лавке забытый мобильный и решила использовать его в личных целях. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый грозит срок до пяти лет. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет подполковник внутренней службы Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 120 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 79 административных правонарушений, в том числе 64 нарушения правил дорожного движения. Зараспитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к ответственности привлечены 5 человек. С 4 по 7 сентября в городе Заречный на Белоярской атомной электростанции прошел 4-й фестиваль региональных СМИ «Энергичные люди-2018». В фестивале приняли участие журналисты региональных СМИ, информационных агентств, радио, телевидение в регионах расположения атомных электростанций России и Белоруссии, а также представители пресс-служб атомных станций и других предприятий атомной отрасли. Программа фестиваля включала лекции, мастер-классы, экскурсию на Белоярскую атомную электростанцию. Специальными гостями в этом году стали телеведущая Марьянна Максимовская и физик-ядерщик Российской академии наук Рафаэль Арутюнян. В состав делегации от Смоленской области вошли представители телекомпании «Деснат ТВ» Евгения Коваль и Светлана Разганова, корреспондент газеты «Смоленские губернские ведомости» Татьяна Марченкова, корреспондент газеты «Аргументы и факты» Нина Новикова, блогер Денис Максимов, а также представители пресс-службы Смоленской атомной электростанции. Смоленская атомная электростанция 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 ожидает сплошная облачность с дождями и порывами юго-западного ветра. В пятницу осадков не ожидается, выглянет солнце, но не прогреет воздух выше 20 градусов тепла. Но до выходных тепло не сохранится. В субботу ожидается дождь, в воскресенье будет пасмурно. Синоптики считают такую погоду климатической нормой для середины сентября в нашей местности. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами!